Смарт-тридинг. Ценные идеи из лучших книг. Стандарт биткоина. Децентрализованная альтернатива центральным банкам. Автор Сэфидин Аммус. Это саммари про деньги. Тема стара как мир и модная как никогда. Потому что в 21 веке деньги могут существовать не только в форме монеты-банкнот, но и в виде программного кода. Тема криптовалют заворожила инвесторов и предпринимателей, экономистов и журналистов, пишущих на финансовые темы. Станет ли биткоин глобальной валютой будущего или останется инструментом для совершения темных сделок? Будет ли стоимость биткоина стабильно расти или он останется волатильным объектом спекулятивного спроса рыночных авантюристов? Что отличает биткоин от других недавно расплодившихся криптовалют? Амус обсуждает все эти вопросы и предлагает нам сформировать свою точку зрения. Амус раскрывает историю денег и объясняет, почему деньги, обеспеченные золотом, являлись залогом стабильной экономики. Критикуя современную экономическую систему, в которой преобладают бумажные деньги, автор эмоционально доказывает, что неограниченный доступ центральных банков к денежному печатному станку стимулирует приход к власти диктаторов, вызывает экономические кризисы, инфляцию и военные конфликты. Обрисовав печальные стороны современной денежной политики, Амус предлагает альтернативу — биткоин. Не вдаваясь в скучные технические подробности, автор объясняет, что такое биткоин, откуда он берется, как переходит право собственности на биткоин, почему его невозможно взломать или подделать, и почему в современном мире он способен стать цифровым эквивалентом твердой валюты. Амус также затрагивает тему перспектив технологии блокчейна и объясняет, почему с его точки зрения эта технология пригодна только для осуществления операций с биткоином. Это самое интересное всем, кто хочет разобраться в плюсах и минусах современной денежной политики, оценить перспективы криптовалют и инвестирования в них, научиться поддерживать разговор на тему биткоина и блокчейна. История денег Биткоин изобретен в цифровой век. Однако задача, которую он пытается решить, создать деньги, которые находились бы под полным контролем их владельца и сохраняли бы свою ценность с течением времени, стара, как само человечество. Чтобы понять биткоин, надо сначала разобраться в той роли, которую играли деньги на протяжении истории. Товар, который широко признается в качестве средства обмена, называется деньги. Это самая важная функция денег. Основное свойство товара, превращающее его в деньги, продаваемость, то есть легкость продажи товара на рынке в любое время с минимальной потерей в цене. На протяжении человеческой истории разные предметы служили деньгами. Золото, серебро, медь, соль, скот, государственные банкноты. Чтобы стать деньгами, товар должен легко делиться на мелкие части или объединяться в более крупные единицы. Легко транспортироваться. Сохранять свою ценность с течением времени. Второй важной функцией денег является сохранение ценности. Чтобы товар мог сохранять свою ценность, его доступное количество должно быть ограничено в течение периода времени, пока он находится в собственности того или иного владельца. Деньги, количество которых не может быть легко увеличено, называются твердыми деньгами. Твердость денег определяется соотношением между их запасом и предложением, где запас – это общее существующее количество денежных средств, а предложение – будущее производство в течение определенного периода. Чем выше коэффициент соотношения запаса к предложению, тем выше вероятность, что деньги будут сохранять свою ценность в будущем. Широкое применение средства обмена позволяет указывать цены в его единицах, что указывает на третью функцию денег – служить единицей учета. Золотые, серебряные и медные монеты служили деньгами в течение двух с половиной тысяч лет, начиная с царя Крёза, 546 год до нашей эры, который первым стал чеканить золотые монеты и заканчивая 20-м столетия.